Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Музыку Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец Мы говорим о самой романтической теме Наверное, в мире это авиация И самодеятельная авиация Любительская авиация Интересно, что в Латвии этот феномен Существовал, наверное, в течение Десятилетий И когда мы стали Эту тему изучать, то Сделали такой реестр Аэроклубов Существовавших и работавших В Латвии Скажем так, в советское время Их было семь Рижский Аэроклуб Цирова Возле Лепые Цессиевский аэроклуб Интересно Лимбашский аэроклуб Ну и естественно Даугавпилский и Рызыкненский И вот среди этих Аэроклубов Один выделялся особенно Это был колхозный аэроклуб И поэтому, когда мы анонсировали программу Мы задали вопрос Что общего между героем-летчиком Покрышкиным Колхозом Латвийским И музеем авиации И вот сегодня в нашей программе Очевидец Мы этот вопрос постараемся изучить У нас сегодня в студии Летчик-любитель Предприниматель Игорь Смолин Добрый день Здравствуйте Вот И мы свяжемся по телефону С Гонером Сеглиншем Который как раз в этом колхозе Накатно работал И кое-что про аэроклуб И его появление знает Приглашаем вас делиться Своими впечатлениями Ну я не знаю Детства, юности О том, как Вы были связаны Может быть с авиацией Как вы Первый раз полетели на самолете Какие впечатления у вас были Что вы сейчас думаете Об этой вот любительской авиации И Есть ли у вас такая мечта Когда-либо Пролететь на самолете Вот в кабине пилота Будем так говорить Или рядом с пилотом Телефоны в студии 672-93-9 672-12-93-9 672-13-93-9 У нас Работает Принимает Звонки И помогает нам вести Программу Звукорежиссер Евгений Копеин А у микрофона Автор и ведущая Людмила Прибыльская Музыку Обнимая небом Крепкими руками Летчик набирает высоту Тот, кто прямо с детства Дружит с небесами Не предаст вовек свою Первую мечту Если б ты знала Если б ты знала Как тостуют руки По штурвал Лишь одна У летчика Мечта Высота Высота Итак, сегодня мы говорим об авиации Игорь Смолин у нас В эфире И в студии Гость наш Скажите, Игорь Вот как у вас Возникла мечта О небе И как вам удалось Ее реализовать? Ну, я Из семьи военных Вот И отец Летчиков? Нет Папа Из технического состава Отец был техником Самолета Инженером Самолета Вот Потом уже Преподавателем Военном училище Военном Авиационном Вот И я вырос В военной среде И вырос именно На аэродроме И первое Я всегда был На самолете Сколько я себя помню Крылья То есть в кабине Самолета вам приходилось Много раз Находиться Много раз Да И это был Целый пласт Наверное Эпохи Детства Когда у всех Были там Игрушки Какие-то там Карьеры А у нас Были Аэродром У нас было Такое место Куда отвозят Списанные Самолеты Отлетавшие Свой ресурс И это было Такое Прямо Кладезь всех Богатств А что такое Богатство Для мальчика? Для мальчика Это всякие Трубочки Которые можно Приспособить Сделать из насоса И такой трубочки Духовое ружьецо Это всякие Выключатели Это всякие Радиодетальки Которые можно было Выковырять Выпоить Это были Всякие Ценные Блестящие Штучки Всякие Там Много же Самолета Целый самолет Стоит Никому не нужен Бери Скручивай Чего хочешь Хоть там В войну Играй Хоть во что Все играли На стройках А мы играли На списанных Самолетах Естественно После того Как такое Детство Прошло На аэродроме Вы пошли Поступать В летное училище Да Был такой момент Скажем так Чтобы поступить В летное училище Надо сначала Туда пройти Медкомиссию Через военкомат И К сожалению Бурное детство Не оставило Следов Оставило следы И Шайбы получив Как-то В нос Наверное У меня там С перегородкой Носовой Было не то И зрение На один глаз Чуть-чуть Подсаживалось Было не стопроцентное Мне предложили Транспортную Или вертолетную Но я Чего-то Как-то Так расстроился И в те времена Так Любить надо Королеву Летать на истребителе И я Что-то Расстроившись Но Отец поддержал Он говорит Ну военные Инженера тоже Это важные люди И делают Не меньше Не менее важны В авиации Ты будешь Самолет Выпускать В воздух И я пошел В военное училище Авиационно-инженерное Где оно находилось? В Дауглпилсе Дауглпилское Да Закончил Дауглпилское Высшее военное Авиационно-инженерное Училище Имени Яна Фабрициуса Вот До С 88-го По 93-й год Наш выпуск Был последним На латвийской земле Училище Переехало в Ставрополь После этого Вот И уехал служить В полк А что это было За образование Вот И что это была За система Этих училищ Военных То есть Оно готовило Для армии Военных инженеров Авиационных инженеров То есть В принципе Там каждый Ну Как бы Каждый Каждый изучает Свой тип самолета Да То есть Я изучал А почему именно Дауглпилсе Оно было А я же там И родился И вырос Там И когда не получилось Поступить Ну как бы Скажем так Не прошел По здоровью В летное Ну а что там Уже куда-то ехать Вот же училище Вот оно рядом Хорошее Красивое Большое Оно самое мощное В стране было На тот момент Сколько одновременно Детей Ребят училось На курсе На моем курсе В моей роте Ну поступило 136 Или 137 Человек Я уже сейчас точно Не помню Выпустилось 88 То есть Был отсев Еще какой Там Очень трудно То есть Пройти эту школу Очень трудно Это очень трудно Это трудно Физически Ну что там Со школы Я в два раза Подтянуться мог В школе Ну то есть Вас Несмотря на то Что вы инженеры И должны как бы На земле работать Вас готовили всесторонние В том числе Мы не инженеры Мы военные инженеры Это большая разница Вот В те времена Немножко другой был подход Вот Мы военные инженеры Мы Военный инженер должен Значит Стрелять как ковбой И бегать как его лошадь При этом еще быть инженером То есть Никуда от этого не деться Вот И Нас гоняли и физически То есть Ну хочешь увольнения Ну давай Там сколько там положено По норме Пятнадцать раз Подтянуться Подтягивайся Дернешь хоть одним Мускулом Кроме рук Не засчитывается В том Когда мы уже С легкостью это делали Командир у нас Такой был жесткий Такой Ну товарищ курсант Ну что вы там Подтянулись Это каждый дурак Может Вы же инженер Вот У вас должно быть знание А знание это ваши книги Ну-ка Несите сюда Ваш вещмешок Подтяните Свечмешку Подъем-переворотом В шинели А что ты там В спортивной форме Подъем-переворотом Делаешь Ты должен По форме номер 4 Ну автомат Можете Передать товарищу А так Свечмешком В шинельке Давайте Да Ну и плюс Еще военная служба Никто ее не отменял Караульная Там Значит Наряды Все это Все это присутствует Игорь Ну я так понимаю Что вы сейчас Летая на Самолете На вертолете Знаете примерно Ну Как это все Обслуживается Какие там Регламенты существуют И так далее Вот если сравнить Там Сегодняшнего инженера Который Наблюдает Или там Курирует Ремонт авиатехники И Вашу подготовку Вот Там Тридцатилетней давности Что лучше стало Что стало хуже Вы знаете Значит Латвия Ну когда Союз распался Латвия Сейчас авиация Перешла на Так называемую Западную систему Летного обучения То есть У нас Если раньше Там надо было Поступить в летное училище Четыре года Там пять лет Сколько Я уже не помню Там отучиться в нем Там Тататэм Потом попадаешь Там в полки Или Если гражданская авиация Значит попадаешь Там В эскадрилю Гражданских пилотов Там Тебя начинают Начинают там Сан-2 Или с какого-то Простого самолета Сейчас Все это по-другому Чтобы стать летчиком Надо иметь сильное желание И надо иметь Денег немерено Ну денег стоит Не так уж и немерено Вообще Авиация Это то что Авиация Это супердорогое Удовольствие Это миф Авиация Совершенно разная И она Совершенно Многосторонняя И Под любой Бюджет Найдется кусочек Авиации Совершенно под любой То есть Кто-то летает На дельтапланах Кто-то летает На парапланах Кто-то летает На ультралегких Самолетах Кто-то летает Уже там На более Может быть тяжелых А кто-то хочет Уже стать профессионалом И идет дальше И уже работает Как уже Профессиональный пилот Ну там Соответственно Лицензию получает То есть Это целый этап Но в любом случае В современной авиации Скажем так Западной Ты должен Все начинается С пилота-любителя Ты должен полюбить небо И доказать Что ты его любишь И что ты реально Хочешь этого А не просто Тебя определили Папа с мамой Ты там отлетал Кое-как Не кое-как Ну отлетал А как доказать Что ты любишь небо? А просто Вся фишка в том Здесь Что над тобой Никто не стоит Домокловым мечом Ты пришел учиться Вот У нас Авиационная школа Ну сейчас осталась Там парочку Ты приходишь Платишь деньги За курс В этот курс Входит Теоретический курс В этот курс Входит налет С инструктором На сертифицированном аппарате Летательном И Ну летать Научиться Очень не сложно Ну я считаю Что любой человек Который Ну скажем так С хорошей координацией Движения С нормальной Координацией движения Как обычный человек Который нормально Красиво водит машину Он может летать Его можно научить летать И это достаточно Не сложно Вся Загвоздка В теории Потому что Помимо того Чтобы уметь летать Надо еще иметь Очень серьезные Теоретические навыки Чтобы понимать Процессы Которые происходят Когда ты летаешь А главное Исходя из этих знаний Процессов Понимать Что делать Если что-то пойдет не так И в принципе 80% всех тренировок Летных Они направлены на то Чтобы избежать Что-то пойдет не так Что делать Конкретно И почему так делать Вот этот теоретический курс И закладывается Для пилота-любителя Он не очень большой Но тем не менее Чтобы получить первую лицензию Пилота-любителя Надо сдать 9 теоретических экзаменов Государственных Это у нас в СИЕ И летный Дальнейшие шаги Они уже Другая теоретическая подготовка И там совершенно другой Уровень И совсем другой Плазнание Но все-таки Если вернуться К инженерной подготовке Вот Какая подготовка Была мощнее У теперешнего инженера Или у вас Мне трудно Сказать о такой подготовке Как сейчас готовят Инженеров Потому что я уже Не готовился Быть инженером Здесь Уже постсоветское время Не работал я инженером И не знаю Как там сейчас Это делается В советское время Инженеров Готовили сильно Вот инженерно Я К сожалению Не могу оценить Летную подготовку В советское время Потому что Я не летал В советское время Но инженерная подготовка была очень мощной. Я сам прошёл через эти врата, и я вам так скажу, что я пришёл в полк, я знал самолёт. Ну, очень хорошо, я почти всё умел на нём делать, и я был готов к этому. То есть, я умел варить тигелем, знал, какие припои, каким видом металлов. Я знал материаловедение, я знал сопромат. То есть, не просто там как, а я мог рассчитать, нагрузку на крыло примерно прикинуть, что нужно там, чтобы полетить, не полетить, выдержать, не выдержать, какие накладки и так далее. Я пришёл в полк, мне было 23 года, и я был полностью готов обслуживать боевой самолёт, нести боевое дежурство, и вводные экзамены, там в полку есть такие вводные экзамены, это самое, на ввод в строй, так называемый, я сдал за один месяц. И через два месяца после прихода в полк мне дали мой боевой самолёт, за который я отвечал. Я стал не просто там техником, я был инженером корабля. У меня в подчинении два техника, правого левого двигателя, механики. Правда, в советское время это всё было урезано из-за нехватки личного состава, но, тем не менее, по штату было положено, и я отвечал за целый воздушный боевой корабль. Больше 40 тонн корабль уже воздушный, да, то есть, как бы я отвечал за боевой корабль. И да, самолёт был, наверное, на излёте ресурса, у него оставалось очень мало часов на то самое, чтобы долетать в свой жизненный цикл. И, в принципе, 90% работы это было изучение документации журнала предполётных обслуживаний, там всё, анализ, там сколько часов, на каком агрегате осталось, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я обслуживал свой собственный боевой, ну, не свой собственный, скажем так, мне был доверен боевой самолёт в 23 года. Я смотрю на сегодняшнюю молодёжь, и мне просто как-то так жалко их становится, честно говоря. В 17 лет я взял в руки автомат и принял присягу, в 23 года я обслуживал боевой самолёт. И я, по сравнению, честно говоря, с сопляк, по сравнению с моими дедами, которые уже в 20 лет жизни отдавали за страну. Ну, это уже другая тема. Как сейчас готовят инженёров, я, честно говоря, не очень знаю. Но я знаю, как сейчас готовят лётчиков. И чтобы стать лётчиком, надо реально любить небо, и надо доказать, что ты этого хочешь. Ты заплатил денег, и никто не будет за тобой ходить. Вы заплатили денег, сдайте такой-то зачёт, сдайте такой-то зачёт. Тебе даётся два года. За два года ты должен получить лицензию. Ты можешь её получить за месяц, за два. Как ты быстро освоишь материал, как ты быстро научишься летать, сдашь сначала в школе, там 9 экзаменов, а потом ещё в СИЕ, в государство. Сдашь эти 9 экзаменов. И сдашь то же самое. В школе отлетаешь свои 45 часов, и потом докажешь в СИЕ инструктору, совершенно стороннему человеку, который тебя первый раз видит, но он профессиональный лётчик, очень опытный инструктор, ты садишься в кабину и доказываешь ему, что ты реально умеешь летать, что ты можешь это. Никто за тобой не ходит. Два года прошло, не сдал, всё, до свидания, деньги тебе никто не вернёт. Всё, пусть ушёл, да. Ну, можешь потом ещё раз заплатить, ещё раз пойти поучиться, да. Но всё, ты не лётчик, у тебя нет лицензии. Ну, преимущественно сегодняшней системы в том, что она не ограничивает по носовой перегородке доступ к авиации. Нет, 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 подождите. Есть разные, я ещё раз подчёркиваю, есть разные авиации, и допуски по здоровью, они, их никто не... Они стали немножко, если в советское время ты должен быть, как минимум, годен быть лётчиком-истребителем, ну, на транспортную авиацию допускались какие-то, да, но я просто не хотел быть транспортником. То же самое сейчас. Есть для коммерческой лицензии медицина первого класса, есть медицина второго класса, есть ещё там Лапал, да, третий класс, то есть, совсем там, ну, попроще, да. Значит, для того, чтобы быть пилотом-любителем, ну, таким, как я, то есть, иметь commercial pilot license, ну, commercial, простите, private pilot license, PPL. Частный пилот. Достаточно, да, второго класса. Она проходится раз в определённое время, вот, плюс ты наблюдаешься постоянно там в определённых авторизованных медицинских учреждениях, то есть, ты там, там, заболела пальчик Вавка, пришёл, посмотрели, ну, ничего страшного, в медицинскую карту там записали, потом через два года, ну, молодым людям раз в пять лет, потом людям постарше, вот мне сейчас раз в два года, со следующего года мне уже раз в год надо будет проходить медицинскую комиссию, там, все анализы, там, кровь, там, не знаю, ну, всё-всё-всё-всё-всё, и история, да, то есть, они ещё смотрят, там, какие тенденции у тебя, там, где у тебя что может развиться, где у тебя какие-то патологии могут возникнуть, и так далее, и так далее. Медицина очень строгая у нас в Латвии, наверное, в особенности, у нас так, вообще, в Латвии немножко всё построже, наверное, Латвия всегда впереди планеты всей во всём, здесь тоже самое. Даже Договпилское училище было самое строгое, на неподготовку инженера. Да, да, ну, ещё была Аксница, тоже хорошее училище, да, то есть, оно в системе ВВС, я в ПВО, авиации ПВО служил. Вот, дело в том, что Латвия впереди планеты всей, и тут она тоже впереди планеты всей, и наш сей, он очень помогает пилотам, но он очень строгий. Наш сей очень строгий, но он очень помогает. Сей, это что? Наша администрация, да, гражданская авиация, да, да, да. Аббревиатура английская. Да, да, у нас, да, весь эфир, всё на английском языке. То есть, ещё помимо того, чтобы стать пилотом, надо знать английский язык. То есть, все учебники тоже на английском? Да, все учебники на английском, экзамены на английском. Ты можешь теорию получать на русском, ну, чтобы легче было, может быть, усвоить, хотя я считаю, что, может быть, этот путь не совсем правильный. Надо всё-таки и учиться на английском, потому что все термины, всё на английском, тебе сдавать на английском, и общаться ты будешь со всеми, в том числе и авторитис, там, всё на английском. Мы по-русски общаемся только между собой. Понятно. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после перерыва поговорим всё-таки о геройских лётчиках и о колхозе накатной. Ждем ваших звонков в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня говорим об авиации в программе «Очевидец». И до перерыва мы рассказали о том, как развивалась любительская авиация и какие были нормы подготовки инженеров 30 лет назад и сейчас. А сейчас мы свяжемся с представителем колхоза «Накотне», единственного колхозного аэроклуба, я не знаю, может быть, во всем Союзе, но в Латвии-то уж точно. Это Гуннер Сеглинш, он был в колхозе «Накотне» ответственным за строительство. И историю о том, как там появился герой Советского Союза Покрышкин, мы узнаем от него. Добрый день, Гуннер. Алло. Слышите нас, Гуннер? Да. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как в колхозе «Накотне» появился самолет? Вы знаете, что… Ну, он появился… Ну, как? После того, за то, что мы помогли вашим студентам сделать эту модель Ильям Гуэмце… Студентам Рижского института инженеров гражданской авиации, которые делали копию самолета Илья Муромец для съемок фильма. Одну секундочку. Да. Да, я тут просто палками тут хожу, да. Остановитесь тогда уже. Нет, начнем с того, что у нас был колхозный авиаклуб, да, в котором в свободное время, любое время, в зависимости от того, что в каких-то, ну, так сказать, как раньше были аэродромы или где-то были расписания, Ну, у нас было доступно заниматься парашютным спортом и авиамоделированием и дельтапланы. Я вам забыл еще… Запишите одного человека, который стоял у их токов. У нас был летчик Александр Ульянкин. Угу. Вот, и Александр Ульянкин был очень… Он был руководителем этого аэроклуба? Понимаете, там, ну, он был один из них, да, но, к сожалению, Александр Ульянкин, он умер, да, он был, ну, здоровый, ему было бы в пансионате, это самое, да. Хорошо, Гуннер, то есть вот этим авиаспортом могли заниматься все жители колхоза Накатны? Нет, ну, подождите, почему колхоза Накатны? Он был третий авиаклуб, да, и там у нас столько колхозников не было, сколько там занималось. А, понятно. Понимаете, там проезжали из Риги, ваши ребята проезжали, проезжали йогавские, были клубы Досафа при Досафе, а тут вдруг был, ну, это, там у нас Досафа не было, но был колхозный авиаклуб. И вот это, понимаете, где-то в отчетах показывался колхозный авиаклуб, и это раздражало генерала Покрышкина. А он был руководителем Досафа. Ну, да, и когда он какой-то раз приехал просто в Латвию своим Досафчиком, да, он говорил, что тут, белая мать, какой-то шел за колхоз. Ну, и они приехали к нам на колхоз. Ну, и когда вот узнал, что у нас этот самый забирается этот Илья Мурмит, да, вот, я вам брошюрку подарил. Там в брошюрке есть фотография, где еще этот ангар не был, ангар для нашего авиаклуба еще не был собран, там еще не было последних воротов, там все было полуоткрытым. Поэтому полуоткрытым энтузиасты из нашего материала, с нашей помощью, да, мы там платили, собирали этот Илья Мурмит сделали, сборный. Знаете, ну, и вот это они, а то, что надо такой макет, ваши ребята узнали по своим каналам, что вот будет строиться такой фильм, сниматься, поэма «Акрыльев», да, и они обратились к председателю и получили поддержку, и начали действовать. Конечно, какие-то моторы они сами доставали, и там, ну, такие статистические, там, рулевые, там, что-то надо. Хорошо, ну, так Покрышкин приехал к вам в колхоз, увидел этот ангар, и что? Он приехал, нет, он приехал в колхоз, и когда он узнал, что мы могли сотворить, да, при помощи нас, да, он Артур Эдуардовичу сказал, знаешь что, за то, что ты помог возразить славу русской авиации, да, ведь Илья Мурмит, там же участвовал и Сокорский. Сокорский, да, великий конструктор создал его. Ну да, ну да, ну, и они этого самого Илья Мурмит, кстати, собирали, по-моему, в Ленинграде где-то. В Москве, на Тушинском аэродроме. Ну да, ну и Покрышкин в восторге, да, сказал, ты нам сделал это самое, помогу остановить, а я тебе дарю самолет Брежнева. Ого. А самолет Брежнева, это 100 штучек, он просто был брошен в каком-то или спил в аэродроме, или где-то, потому что он что-то у него технической неполадки, и тогда уже была Брежневщина и что-то, ну и он никому был не нужен, да, ну, так, не надо сказать не нужен, но он в таком виде стоял в Риге. А что за модель самолета была? А модель самолета какая была, Гуннер? Модель самолета, я вам отошлю. Ту-104 или какой-то более новой модификации? Нет, нет. Извините, но я не летчик. А, понятно, хорошо. Двухместный, пятиместный там. Если вы, извините, если вы следите наш авиамузей у Талпы, вы его увидите. Угу. Хорошо, понятно. Вы увидите эту кабину. Эту кабину нам удалось спасти, тогда уже колхоз разрушился, и неударные тут те, кто, чей-то уже умер, да. Это председатель колхоза. Ну, герой соцтруда. Угу, да. Ему же, его же все заслуги были. И он в этом штаболете, ему бы даже проект, даже макет проекта был. Там думали, такое, как сказать, вроде музея, вроде кафе, землей насыпают, да, такое, ну, как горы, где-то метров шесть высоты. И на этой горе бы стоял по этому Ту-104. А в Ту-104 там был, как сказать, маленький вид кафе. Угу. Можно было, ну, потому что там был салон с красного дерева, слоновый кости одел он. Салон же был шикарный, хрущевский. Ну, и вот. Ну, к сожалению, наши дельцы решили его продать. То есть, ну... А сколько лет он простоял вот в накат на этот самолет? Не, ну, он простоял... Видите, я должен дома прийти. Мы его припрощили в 77-м году? Да. Ну, то есть, до 90-го года он простоял 13 лет. Нет, 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 не только 90-го. Он уже попозже. У меня дома есть все данные, да, когда его раскурочили. И когда оталпать, он просто, когда узнал, что происходит такое кощунство, что кто-то разбирает Ту-104, он приехал, он не поверил, он приехал в колхоз неофициально, убедился своими глазами, что на самом деле разборка идет. Ну, они как, эти жулики не могли так... Ну, понимаете, там три действующие лица. Один, кто продал, притворился, что он ничего не знает, что украли. А второй, кто покупал. И третьи лица были наняты рабочие. Ну, там, сварщики, кто должны были разобрать. А эти работники, понимаете, те жулики эти, кто деньги там воротил, они там не присутствовали. Они сделали, послали рабочих, давайте разбирайте и сортируйте. А рабочие пришли, ну, как разобрать самолет, неудобно, там же внутри это самое дерево, искусственная кожа, там, пластмасса, да. Они, давай, устроим пожар. И чтобы сделать пожар, им надо было сделать сквозняк. И они открыли все эти трапы, да, но они не открыли кабину... Пилотов. Да, да, не открыли. И вот все выгорело, кроме кабины. И когда они начали разбирать эти, ну, простые, рабочие там, алкаши, не алкаши, но рабочие, да. Они, они, вот когда этот толпа приехал туда, он случайно встретился со сторожем. Ну, эта сторожа женщина, она тоже была, понимаете, все были возмущены. Как так можно делать? Да. Понимаете, были возмущены все. А этот самый председатель, кто остался вместо Чикс, да он притворился дураком, такой Коновалов Валериан. Он еще жив. Он притворился идиотом и дураком, да. Ну, как это, первая еще не стала разборка, пожар случился. Ну, как может загореться пожар в самолете, в закрытом самолете, где трапа нету, высота 4 метра до пола, да, в закрытом помещении. Ну, конечно, это поджог. Там можно было сразу сделать, если он был бы похозяин, сразу милиция, криминальное дело возбудить что-то. А он притворился идиотом. Ну, и, короче говоря, вот Виктор Петрович Тальпа, который руководитель Латвийского музея авиации, он эту кабину смог демонтировать и увезти ее в Ригу. Нет, нет, нет. Понимаете, в чем дело? Ему никто не разрешил поничего демонтировать. Просто сторожу было тоже, ну, противно, да. И она, ну, она сказала, что от работы приходят, допустим, 9 часов, да. Ну, и Тальпа, а кабина уже была отрезана от самолета, понимаете? И там, вот, ну, и они договорились, что на одно утро приехал где-то, ну, не ночью, что подозрение, где-то там в часов 7, полшестого, полседьмого приехал с авто краном, полуприцепом. И, грубо говоря, я могу, извините, я должен выразиться по-русски, да, не богослейки, но как мужики говорят, он эту кабину у воров спер, да. Он спер, а рабочие пришли ему по барабану. Есть кабина, нет кабины, нет кабины, разбирать не надо. Понимаете? И они не очухались, что эта кабина теперь стоит там, где она стоит. В музее. Он просто украл, украл, согласен, сторожа. Сторож просто знал, что сейчас приедут кран, чтобы его не обвинили. Он просто раньше ушел с работы. Ну, что там охранять? Понятно. Сеталом, он, и все. Спасибо, Гуннер, за ваш рассказ. Сейчас мы еще со слушателями переговорим о том, как это все происходило. Итак, я хочу напомнить, немножко резюмировать. Самолет Ту-104 Небрежнева-Хрущева был подарен руководителям ДОСААФ. Это Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту. Это была такая организация, которая курировала технические виды спорта в Советском Союзе. И в том числе, ну, технические виды, приобщение к техническим видам спорта молодежи. Это аэроклубы, это яхт-клубы, это, наверное, какие-то автомобильные организации, там, гонки и так далее. Вот, и ее руководителем был трижды герой Советского Союза летчик Покрышкин. И вот, посетив колхоз Накотный, он увидел, что там есть, так сказать, большая авиабаза, и решил подарить этот самолет колхозу. Он там простоял, наверное, около 15 лет. И после того, как началось варварское уничтожение этого самолета, который просто, видимо, решили сдать на металлолом, Виктор Петрович Талпа, руководитель Рижского музея авиации, просто смог договориться о том, чтобы спасти кабину и привезти ее в музей. И вот в этом музее, в аэропорту Рига каждый из вас может приехать и посмотреть на эту коллекцию, которую силами одного человека и, наверное, группы энтузиастов, которые ему помогают и помогали. Собрана уникальная коллекция авиационной техники, которой, наверное, нет в ближайших странах точно. Игорь, может быть, вы знаете, есть аналоги или нет такому музею? Аналогов полно, ну, не то чтобы аналогов, скажем так. Здесь собрана богатейшая коллекция, богатейшая коллекция летательных аппаратов. Вот, к сожалению, Виктор Петрович сегодня не смог к нам прийти на передачу. Я думаю, что мы как-то с ним договоримся и в другой раз он придет и расскажет. Вообще, авиамузея по миру много. Каждый авиамузей, он там особенный, у каждого есть свои какие-то цели, какая-то своя экспозиция, направленная на что-то определенное здесь, в Риге. Она уникальна. Но, к сожалению, почему-то у нас, мы вообще вне политики летчики, да, я не знаю, кто за это отвечает, но не ценят. Не ценят они ни того, что есть, ни того, что было. И тех людей, у нас летчиков-то в том числе, там, как бы, само по себе государственной поддержки особо-то нет. Хотя, в принципе, мы люди здоровые, мы люди, умеющие летать, и в крайнем случае, если что-то, мы можем и помочь государству, и помогать государству, там, своими, там, действиями, да, то есть, спасение людей, там, сальдин. Там есть вот, у нас же, мы живем рядом с морем, там, поиски пропавших людей и так далее, то есть, мы это можем делать. Мы все равно летаем. Дайте нам задачу, мы будем, нам будет интересно ее выполнить. Ну, почему-то как-то это все, в Латвии, вот, только силами энтузиастов что-то еще зиждется, но, я летаю очень много над многими странами, я не только по Латвии летаю. Я очень часто бываю в Литве, я очень часто летаю, там, через Польшу, в Польше, там, и дальше туда летаю, и, например, и чем дальше туда, вот, подальше на Запад, тем больше вот таких вот маленьких любительских аэродромчиков. В Латвии их тоже было очень много. Ну, были же аэродромы сельхозавиации. Их полно, но почему-то, если в той же самой Литвии эти все аэродромы содержатся в аккуратной частоте, и там при каждом аэродромчике живет какой-то маленький клубчик, каких-то несколько самолетиков летает, или вертолетиков летает, и что-то там где-то происходит в разных масштабах. Там, в Алексотосе, это огромная, там, такая хорошая структура. Это Литва. Да, ну, мы возьмем, например, Литву, да, а там где-нибудь там подальше, там есть полоса сельхозавиации, там какой-то там парочка вертолетиков стоит, какой-то там маленький летательный аппарат, и там все происходит, вся Литва летает. В Латвии у нас он, чтобы мы не летали, взяли, вывалили там щепу на полосу, или там какую-нибудь дрова положили, да, чтобы только вот не летали. В Латвии остались Лимба же, в Латвии остались… Лимбовский аэроклуб остался? Да, ну, он уже, он, да, аэродром остался, там даже как-то довелось на праздники города полетать. Остался Цессийский аэродром, в Даугупилсе еще там живет что-то, Елгава задыхается, а вот эти все сельхозплощадки, они все, ну, вот еще, а, в Екапилсе, Юра Бружукс там, да, старается тоже поддерживать, ну, и, в принципе, и все. Но в Екапилсе был большой военный аэродром. Да, и вот часть его поддерживается, там вот один из моих одноклубников, он поддерживает, там часть полосы в летном состоянии, сколько может, и летает сам. То есть, сегодня это, если раньше, допустим, все эти авиаплощадки, они были в ведении государства, ну, по каким-то ведомствам, либо ДОСААФ, либо это сельхозавиация, либо это такая гражданская авиация, или военная авиация, то сейчас это, ну, как бы осталось, наверное, два-три таких штатных аэродрома? Нет, ну, смотри, понимаете, все дело в чем, я просто хочу еще раз подчеркнуть, что люди, летчики, вертолетчики, ну, на самолетах, на вертолетах, или мы летающие, в случае экстренных ситуаций, каких-то катастроф, там, психийных бедствий, мы можем принести очень большую пользу. Вот, нам не надо за это платить, мы и так полетаем, нам это нравится, ну, просто поддержите нас немножко, дайте нам такую возможность, аэродром Румбола, военный аэродром, шикарная структура, мощнейшая полоса, крепчайшая полоса, сделали бы аэродром бизнес-авиации, спилы, то же самое, ну, хотя бы один из них надо было бы взять и сделать, аэродром бизнес-авиации. Ну, прямо в черте города, аэродром, куда можно зайти на небольшом самолете и сесть, это туризм, это все остальное, в случае чего, в случае какой-то экстренной, ну, там, не знаю, там, наводнение, ну, не дай бог, конечно, да, но что-то случилось, мы всегда готовы, мы всегда придем на помощь. У нас есть, мы готовы летать, у нас есть летательные аппараты, и мы умеем управлять, и умеем хорошо управлять. Я, для примера, так скажу, что, ну, все так немножко недооценивают, а, там, кукурузники, ребята, линейный летчик, там, ну, Арбултика, крупная авиакомпания, с налетом в 10 тысяч часов, можно посчитать, сколько там у него посадок, сколько из них вручную, да, много, они хорошо летают, ребята, да, но, тем не менее, 4-5 часов полета, ну, или там, 2 часа полета, одна посадка. Мы на своих маленьких самолетах за 2 часа полета совершим, наверное, посадок 20, причем часто в очень такие, очень трудные такие места, в трудные места, да, для нас, да, если рядом пролетела большая птица, нас уже колбасит, да, то есть, маленькие самолеты летают, посадить труднее, чем большая, ответственности меньше, там, что пассажиров нет, но, сама по себе, техническая часть посадки, она такая, ух, садимся-то мы на полосу в 400 метров, 400 на 15, вот, и скорость на посадке, сотенка, 100, 120, у кого какой самолет, да. У нас есть звонок, давайте послушаем, говорите, мы вас слушаем. Одну секундочку, я не договорил, после того, как это, он приехал, ДОСАФ у нас официально перекупило все наше строение, да, да, откупило, и наше ДОСАФ уже стало, наш, там, авиаклуб уже стал носить имя ДОСАФа. А, то есть, добровольное общество содействия авиации, армии и флоту ДОСАФ забрало под свою эгиду аэроклуб колхоза «Наково». Не, не, понимаете, она ничего не забрала, она нам королевски заплатила, да. Понятно. Она королевски заплатила, потом приехали, приехали воротила наши республиканские, все союзные, там, пониже ранга, да, вот. Мы приехали, и мы, и они договорились с такой хорошей суммой, да, ну, было так, что они сидят в кабинете председателя, договорились с обещанной суммой, а потом приглашает меня, и Гидридович говорит, вот, Гумер, вот мы купили, там, я уже не помню сумму, да, а ты должен подготовить смету, да. И, понимаете, я растерялся, потому что я как строитель понял, что это три раза больше, чем... Чем реально это стоит? Ну, да, ну, сумму договорил, я же не мог сказать, давайте ниже будем, а это пусть плотит. То есть колхоз еще на этом заработал? В итоге потом. Да. Ну, до этого, пока мы там благотворительностью занимались, от доброй воли поддерживали, мы же не знали, что кто-то от нас купит. Ага, понятно. Кто-то нам подарит эту, ту-104, да? Ну, то есть колхоз, накладный колхоз-миллионер в Елгавском районе мог себе позволить заниматься благотворительностью, развивать авиационный спорт на своей территории, строить ангар там и так далее, ну, и своей фактически прибыли, да? Ведь колхоз это была такая, ну, как бы самостоятельная структура, а не государственная. Ну, правильно, даже тот, что человек работал в колхозе, в пенсионный стаж не входил. Профсоюз в колхозе тоже не был, да, это самое, ну, в таком уровне. Профсоюз был местного значения, но не союзного. Понятно. Понимаете, но дело в том, надо, я подчеркну, да, что колхоз не просто шверял деньги, ему не было куда девать, ему было достаточно, да? Ну, видя этот интерес, этот патриотизм, этот, ну, зажигание, что ребят горит в глаза, когда они, они же скерва прыгали парашютами, да? Скерва делали дельтапланики, да? А потом такое предложение, ну, Эдуардыч, давай, ладно, занимайтесь, да? Это не было там, а то же самое, потому что нам было довольно много, и деньги, кстати, колхозы-миллионеры шли довольно, ну, рискованным путем и риском большим, да? Там было, или Адуардыч тяги в тюрьму, или ты будешь развиваться, да? Хорошо, Гуннер, спасибо вам. Мы сейчас немножко уже со временем ограничены, и еще раз хочу напомнить, что, да, это была такая уникальная организация колхоз-накотная. Артур Чикстер был его председателем, но я имею в виду в плане поддержки авиации, вот такого технического спорта. И, конечно, сегодня эта история немножко отошла на задний план, она забыта, но вот Гуннер Сеглинч, кстати, сделал такое большое дело, он подготовил такую маленькую книжечку о Чиксте, об этом феномене колхоза-миллионера, о том, какие промыслы они развивали. Вот он упомянул о том, что это были рискованные дела, потому что они развивали и консервное производство, и товары народного потребления выпускали, и вино. Вот, и все это было для того, чтобы заработать деньги, чтобы развивать инфраструктуру, строить дома для своих людей и так далее, ну и в том числе аэроклуб. Аэроклуб, да, но я вам скажу, что противовод, очень интересный рассказ был, как раньше было, да, мы живем, в принципе, не в прошлом, а в будущем, но в будущем надо об этом думать. Вот на этой оптимистической ноте мы, наверное, сейчас закончим нашу передачу, я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях был Игорь Смолин, пилот-любитель, который сказал и обратился, так сказать, к общественности с предложением использовать силы любительской авиации для решения каких-то государственных насущных задач, для поиска людей. Сколько вообще помощи людям. Да, для помощи, ну, каким-то, в каких-то чрезвычайных ситуациях, и это очень приятная, хорошая инфраструктура. По крайней мере, не мешает нам летать. Да. Вот, я начал про Румбулу говорить, перебили, понастроили дач кругом, а самолеты мешают, и все, и аэродром закрыли, шикарнейший аэродром, а можно же было сохранить. Вот это очень жаль. Хорошо, спасибо вам. В программе «Очевидец» был Игорь Смолин, вела программу Людмила Прибыльская, звукорежиссер Евгений Копеин, и до встречи через неделю. Продолжение следует.